ТОП 5 ключевых советов Прорешать тестовую часть, прорешать вторую часть Без этого, поверь, ты не сдашь хорошо ЕГЭ И будешь служить в армию Красить траву Наверное, тебе рассказывал твой БЖ-шник, что это значит, да? Пост длиною 9 месяцев Ты такой, мам, я дудя смотреть Погнали! Всем привет, ТОП репетитор на связи Сегодня мы разбираем ТОП 5 ключевых советов Которые помогут тебе затащить ЕГЭ по обществу знаний на желаемую соточку То есть мы разберем 5 ключевых советов Которые актуальны для тебя, независимо ни от чего Занимаешь ли ты с преподавателем Работаешь ли ты самостоятельно Посещаешь ли ты бесплатные вебинары Эти мифы супер актуальны для тебя И для любого, кто готовится к ЕГЭ по общаге Чтоб получить желаемые баллы ТОП репетитор рассказывает их бесплатно На примерах, чтобы ты смог Затащить желаемые баллы И поступить на бюджет в ВУЗ мечты Погнали! Совет 1. Составь себе четкий чек-лист По подготовке к ЕГЭ Вот здесь образец, пересылай его своим преподавателям Своему физруку, обожечнику Чтобы они тоже жили по чек-листу Вообще, всем нужно жить в этом мире по чек-листу В чем суть чек-листа по ЕГЭ по обществу знаний? Ты делаешь три колоночки, которые ты видишь здесь Первая колоночка это темы, которые тебе нужно пройти на неделе В ЕГЭ по обществу знаний в кодификаторе примерно 80 плюс тем Поэтому в идеале тебе нужно проходить по две темы в неделю Что значит проходить темы? А. Читать полезный контент То есть сборник котовой-лесковой То есть баранов То есть другие эффективные пособия Второй момент Это смотреть видео-лекции Всякие видеоматериалы Где эти темы разжевываются Объясняются на примерах Объясняются для тебя доступным и понятным языком Момент номер второй Тестовая часть Обязательно по данным темам нужно нарешивать тестовые задания Ибо тестовая часть немаленькая За нее дается больше половины вторичных баллов на ЕГЭ А это означает, что тебе нужно постоянно понимать Как данная тема спрашивается в тестовом формате В помощь сайт решу ЕГЭ В ФИПИ Котова-Лескова я сдам ЕГЭ Там уже тематические тесты Которые помогают тебе Третий блок Это вторая часть Понятное дело, что вторая часть Она немаловажна Для получения высоких баллов ЕГЭ И поэтому там тебе тоже нужно нарешивать 26-е задание 27-е задание Тексты по данной тематике Ты сам все это понимаешь И я думаю, что здесь как-то углубляться не надо Просто, пожалуйста Чек-лист Каждой неделе Три основных момента Пройти теорию Прорешать тестовую часть Прорешать вторую часть Без этого, поверь, ты не сдашь хорошо ЕГЭ Без плановой системной подготовки Ты не сделаешь ничего Плохо сдашь И будешь служить в армию Красить траву Наверное, тебе рассказывал твой божишник, что это значит Совет второй Есть крутая цитата Ты Это то, что тебя окружает То есть ты Это то, что ты ешь Ты это твои друзья Много вариаций данных цитат Короче, здесь я буду говорить про таймкиллеров У тебя есть много моментов, которые тебя отвлекают Это нормально Поверь, у меня то же самое Я тоже иногда бездумно скроллю ленту в инстаграме Иногда слишком долго читаю новости И не бываю эффективен То же самое, скажем так, для всех школьников Для всех учащихся Поэтому я бы очень тебе советовал В сентябре, знаешь, начать такой пост Длиною 9 месяцев Когда ты по максимуму отпишешься от всего того Что тебя отвлекает Просто пойми, что эти отвлекающие факторы Это минус твои баллы на ЕГЭ в будущем Отвлекающие факторы сейчас Убивают глубину твоей подготовки по ЕГЭ По общественному знанию Многие учащиеся делают очень крутой прием Они просто заводят отдельную страничку Для подготовки с нуля То есть прям отдельная страница Где подписываются только на образовательные паблики Либо на какие-то новостные для уровня эрудиции И только сидят с этих страничек Там полгода, семь месяцев И только с них занимаются Я очень одобряю такое действие Потому что этот фактор Это действие показывает всю серьезность намерений Как готовиться, чтобы получить желаемые баллы То есть совет второй Отказаться от всех таймкиллеров Совет третий Постоянно повышаешь свой уровень эрудиции Смотри, объясняю простым языком В задании 24 В задании 26 И в задании 29 То есть мини-сочинение или эссе Очень нужна твоя эрудиция То есть твое умение оперировать новостями Общими знаниями Какими-то данными Которые есть не только в сухой теории по общению Поэтому тебе обязательно нужно каждый день Уделять хотя бы немного времени Читая новости Читая интересные какие-то статьи Либо смотря интервью Которые реально интересны С политиками, экономистами И прочими медийными личностями Но не тупо смотреть Знаешь, берешь квас Цензурная версия, чипсы И такой Мам, я дудя смотреть Нет Ты все это должен адаптировать под ЕГЭ по обществу знанию Банальный пример Киселев что-нибудь рассказал Дудю И ты берешь это как аргумент Как государство использует СМИ для своей работы Такое задание есть в ЕГЭ по обществу знанию Как государство работает через СМИ И вот Киселев, то, что рассказывал Дудю Это отличный набор аргументов Как государство действует Через средства массовой информации Для обычного зрителя Для обывателя Вот так нужно работать А не тупо смотреть новости Смотреть интервью И радоваться, что якобы ты готовишься Это все нужно адаптировать под формат И быть уверенным, что это потом тебе поможет на ЕГЭ пообщать Обязательно пиши в комментариях Какие паблики ты считаешь полезными Для прокачки своей эрудиции А также ставь плюс в комментариях Если ты хочешь, чтобы топ-репетитор Сделал свой личный обзор на ключевые новостные паблики Каналы, которые помогут каждому учащемуся Для прокачки своей эрудиции И решения трех заданий по обществу знанию На максимальный балл Совет четвертый Найди свою мотивацию Объясняю просто, доступно, как ты любишь Очень многие учащиеся годового курса Отваливаются в ноябре и в декабре То есть в ноябре и декабре они говорят Я устал, у меня нет сил, я потерял мотивацию Все по кассике Такое правда бывает почти у любой школы Почти у любого центра Почему? Потому что учащиеся не знают, куда они хотят поступать Зачем нужны им эти баллы Какие баллы им нужны И вообще ради чего все это происходит Здесь тебе нужно понять свою мотивацию Ради вообще чего ты записался на годовой курс Банальная заметка, которую топ увидел на протяжении последних пяти лет Если учащийся твердо знает, какие ему нужны баллы Он их достигает Если ученик думает, ну, чем больше, тем лучше Практически всегда ученик получает баллы меньше, чем он хотел, чем он ожидал Тебе нужно четко понимать, зачем ты занимаешься и ради чего Твоя личная мотивация Что может быть мотивацией? Например, осознание того, что у родителей нет денег на коммерцию Вторая мотивация Осознание того, что ты больше не хочешь быть в своем лухосранске Хочешь попасть в нормальный город, где есть развитие карьеры и твое личностное развитие Мотивация третья У тебя есть чувство гордости И ты хочешь быть лучшим в классе Чтобы показать всем, кто здесь босс, кто крутой, а кто останется позади Любая мотивация хороша, будь она негативная или позитивная Главное, чтобы это заставляло тебя двигаться Заставляло тебя жить и действовать И заниматься каждый день, готовясь к желаемым баллам Совет пятый Я советую тебе записаться в гвардию топ-репетитора Мы уже много о ней говорили в самых разных источниках В самых разных амплуа Но я просто тебе говорю, что этого больше нету нигде То, что придумал топ-репетитор, это опыт других преподавателей Это работа над ошибками Это дальнейшее развитие, эволюция годового курса топ-репетитора 11 занятий в месяц, даже здесь они умещаются, на максимальном пакете Отдельные занятия только по решению второй части Отдельные занятия в месяц по решению только эссе или исторического сочинения А также команда замотивированных ребят, которые постоянно поддерживаются кураторами и самим топ-репетитором Об этом можно только мечтать Гвардия — это элита любой армии И я советую тебе записаться в гвардию, чтобы получить желаемые баллы Чтобы постоянно быть замотивированным и быть в команде лучших Тех ребят, которым нужна эффективная подготовка и только поступление на бюджет Ставь лайк, если это видео было полезно Обязательно жми колокольчик, чтобы приходили уведомления И не забудь подписывать своих друзей на этот канал Будет еще много полезных видео Будет тестирование новых форматов Все, как ты любишь Главное, будь топ-репетитором на связи Пока Субтитры создавал DimaTorzok